Привет всем! Сегодня мы едем в гостилице. Это деревня Ломоносово в районе Ленинградской области. Расположена к юго-западу от Петербурга и к югу от Петербурга. Расстояние до Ломоносова, которое является райцентром, почти 27 километров. Вот. Гостилицы известны также под такими названиями историческими, как Медвежий кубок и Медвежий конец. Ну, сейчас доедем и я вам все покажу, про чем мы там и куда едем. Так, ну вот мы и добрались до первого объекта. Ну, это вся усадьба, это один объект. Вот. Есть несколько разных точек. И это вот первая точка нашего посещения. Конюшни. Старые конюшни. Все, что от них осталось, вот в таком вот они виде сейчас находятся. Впервые гостилиц упоминается в Песцовой книге Водской Пятины 1500 года. Поближе, поближе посмотрим. Тут все изрисовано. Так, ходить надо осторожно очень. Кирпичи разбросаны. Я не знаю, можно ли попасть внутрь, но сейчас по кругу обойдем, посмотрим. Тут такая пустошь. Тут все заколочено сверху. Это вот обратная сторона. Крыша там видно провалена. Но местами еще перекрытие есть. Сейчас посмотрим конюшни. Вот там госпостройки. Ну и, собственно, посетим саму усадьбу. А, ну вот, есть вход. Есть вход в эти конюшники. Оп-оп-оп-оп. Вот я внутрь разобрался. Можно посмотреть, какое это было раньше внутреннее убранство и планировка. Местами даже штукатурка еще осталась. Тут вот какой-то вход. Балки. Сейчас мы туда пройдем. Пройдем внутрь. Внутрь пройдем. Посмотрим, что там. Опа. Надо очень осторожно передвигаться. Так. Ну вот. Балки. Часть крыши. Как-то она опасно все-таки нависает. Вот такое помещение. Часть крыши осталась еще. На швеллерах таких металлических, мощных висит. О, Липейников насобирал на себя. Так. Ну, помещение. В принципе, цельное. Так. Тут еще одно. Непонятно, что это за ящик. Что-то. Что-то. Что-то здесь. Понятно. Так. Ну, собственно, полезем выше. Так. Ну, так. Центральный, получается, вход. Был в эти конюшни. Там еще какое-то помещение. Сейчас его тоже посмотрим. Так. Так. Осторожно. Главное не падать. Травматизм нам не нужен. О. А тут. Тут, походу, народ-то сталкерит. Противогазы висят. Под сумки. Ага. Понятно. Так. Самое интересное, что с той стороны-то дверь подперта. Там не войдешь. А с этой... А с этой... Только через забор перелезать. Ну, мы не ищем легких путей. Обязательно сейчас перелезем. С другой стороны. Руки такое испачкал. Ну, это вообще не вообще. Жизнь. Так. Тут такие помещения с решеточками. Ворота. Ворота. Выход на другую сторону. Задный двор. А ну, тоже вот ворота. Так, понятно. Да. Зря я тут хожу. Именно в этом месте. Так. На подбалке лучше не стоять. Окошки. Ну, тут... Такое ощущение, что как будто поныше пристройка. Хотя нет. Абсолютно. Абсолютно. Штукатурка. Про конюшню надо будет отдельно разобраться. А не такого времени не функционировали. Потому что вот раковина тут. Такая. Здесь, походу, был. Может, так умывальник. Так. Тут. Такая вот рама. На четыре двери. Металлическая. Так. В общем, тут все поновей и посвежей. Ну, даже окно заложенное нашлось. Новым кирпичом. Штукатурка. Ну, то есть, какие-то работы реставрационные. А может, восстановительные здесь проводились. И, судя по всему, все это какое-то время еще использовалось. Относительно не так давно. Потому что сама усадьба-гостилица, которую мы потом посмотрим дальше. Она после войны уже не восстанавливалась. То есть, Великое Отечественное ее доконало. И данная усадьба с тех пор реконструкции не подвергалась. Так и стоит разрушенная. О, друзья мои. Смотрите. Вот мы сейчас там были. Там кирпич уже новый был. А здесь-то, смотрите. Внимание. Оп. Исторический кирпичик. С клеймом. То ли ВД, то ли БД. Так. Ну, потом разберемся. А, БД. Вот он, БД. Исторический кирпич. Самый настоящий. С клеймом завода-изготовителя. Потом посчитаем, что это за завод. Такие кирпичи выпускал. Ну, а мы движемся дальше. Сейчас пойдем в хозпостройку. Ну, потом уже, собственно, к самой усадьбе. Ну, говоря, вот они. Эти самые хоздворы. Вот они уже местными художниками разрисованы. Лето. Хотя на улице вообще-то не лето, да. Прохладненько. Тоже все разрушено. Перекрытие крыши все рухнуло. Остались стены. Дымоход. Ну, в таком они состоянии. Такие вот хоздворы. Исторически. Историческое место. Тут особо мусор. Тут особо гулять, наверное, и нет. нечего. Потому что самое интересное у нас впереди. Это сама усадьба. Хотя постройки по площади, так быстро, занимают немало. Ну. А тут что-то новое пристраивалось. Пристраивалось. Смелевая кирпича уже. Ну, тоже не выстояло. Ну, что ж. Дальше. Поехали дальше. Вон там уже усадьба. Приехали. Приехали. Вот он сам. Дворцо. Парковый ансамбль гостилицы. Такая табличка тут стоит. Соответственно, фотографии показывают, как он выглядел раньше. Слева и справа от него находятся кавалерийские корпуса. Ну, и по центру сам дворец. Сам дворец гостилицы. Значит, история данной усадьбы начинается в 1721 году, когда Петр Первый начал развалить своим подчиненным земли, отвоеванные у шведов за период Северной войны. Сам он, Петр Первый, обосновался в Петергофе. Меньше кого пожаловал ранее Энбаум, а гостилицы пожаловал фельдмаршалу Мениху. Императорскую милость Мених искал за свои заслуги строительстве шлюзов и канала в Санкт-Петербурге. И что интересно, с 1727 по 1731 год Мених был губернатором Санкт-Петербурга, а в 1736 году в качестве фельдмаршала русской армии выбил татар из Крыма. Мених был прекрасным инженером, ну и начал в гостилицах сразу возводить усадьбу. Но это еще не та усадьба, то что мы видим, которая возводил Мених, вернее уже не та. Потому что Мених возводил усадьбу деревянную на тот момент еще. Вот. Ну вот, вокруг усадьбы был и парк, многочисленные беседки, павильоны, кавалерийские флигеля. Вот эти вот. Мених владел усадьбой в течение 20 лет, до тех пор, пока при правлении дочери Петра Елизаветы Петровны, по ложному обвинению, его не сослали в Сибирь. А после ссылки по приказу императора Петра III, Мених был возвращен в Петербург с восстановлением всех чинов и наград. Однако в гостилиц он так и не вернулся, усадьба к этому времени отошла к государственной казне. Жизнь Мениха, как никого другого, соответствует фразе «Неисповедимы пути Господни». Вот такая вот усадьба, красивейшая. Церковь Святой Троицы. Ну, пойдем дальше. В 1743 году Елизавета Петровна передала усадьбу своему фавориту, графу Разумовскому, а его брат Кирилл дополнительно обустроил усадьбу. Разумовский же для Елизаветы Петровны начал развить гостилицев медведей, оленей, их даже поставляли в Царское село. Очень интересный персонаж. Алексей Григорьевич, сын простого казака из украинской деревни Лемеши, сделал воистину головокружительную карьеру, благодаря удивительному стечению обстоятельств. В 22 года Алексей служил певчим в церкви, где был замечен полковником Вишневским, подыскивающим хористов. Вскоре Разумовский оказался в Санкт-Петербурге и со временем сильно сблинился с будущей императрицей Елизаветой Петровной. А после его царения на престол, социальный лифт просто вознес Разумовского к неожиданным высотам. Бывший певчий, как по мгновению, стал и графом, и генерал-фельдмаршалом. Гостилица любила посещать императрицу Елизавету Петровна. Ну, соответственно, в гости наведывалась к Алексею Разумовскому. Часто это происходило без предупреждения. И для того, чтобы избежать неприятных, скажем так, ситуаций Разумовский приказал выстроить колокольню. И, соответственно, гора, которая здесь находится впереди, перед нами, сейчас сильно мы ее, наверное, не увидим, вот, но она получила свое название колокольная. То есть, там постоянно находился дозорный, который наблюдал за дорогой, ну и, соответственно, должен был бить в набат при появлении Елизаветы. Значит, одно из преданий гласит... Вот, посмотрите, какие виды. Вот такие вот арки. Умели же строить на века. Значит, по одному из преданий... Из преданий... О, какие колонны! Елизавета Петровна однажды, когда гостила у Разумовского... Ох ты, ё-моё! Ё-моё, какая красота! Когда она гостила у Разумовского, произошла просадка грунта, и одно из помещений обрушилось. Погибло тогда 16 человек, но ее успели спасти. Ее... Сержант Преображенского полка вытащил из разрушающегося здания. Вот. Даже кто-то лесенку поставил. Смотрите. Смотрите-ка. Да, чтобы можно было удобнее передвигаться. И все это дело, всю эту красоту оставшуюся понаблюдать. Такой вот дворец. Значит, вот эти все выбоины, которые здесь видно, это все следы Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года вермахт превратил удобную для обороны местность Порошков в мощный опорный пункт на перекрестке дорог. И советские войска неоднократно предпринимали попытки возвратить деревню. Во время одной из таких операций командир взвода лейтенант Петр Зубков, обеспечивая продвижение своих бойцов, закрыл грудью абразуру вражеского дзота. Гостилицы были освобождены от немецко-фашистских оккупантов 19 января 1944 года, когда 2-я ударная армия под командованием генерала Федюнинского двинулась в наступление Саренбаумского плацдарма. Отсюда началась операция «Январский гром» по снятию блокады Ленинграда. После войны дворец не восстанавливался. Объект находится под охраной ЮНЕСКО, а в 2012 году была конференция по созданию Международного благотворительного фонда «Гостилицы». Но пока в таком состоянии этот дворец стоит не восстанавливается. Честно говоря, уже особо веры нет, что когда-то он оживет, а хотелось бы. Хотя в таких вот заброшенных местах есть своя прелесть, свой исторический шарм. все изрисовано, снизу сбито кирпичи. Такое ощущение, что как будто кто-то их выбивал. Говорят же, что да, сильно этот дворец пострадал именно в ходе боев освободительных. Такая вот красота. Такая вот красота. единственное сооружение, в которое исторически подлинное, входящее в состав этого комплекса и единственное, которое функционирует на данном уровне. Оно полностью отреставрировано, и там проводятся службы. Но усадьба вот в таком состоянии. Хотя дворец, конечно, красивейший. Просто красивейший. Сейчас мы обойдем с другой стороны, снимем панораму дворца. Соответственно, дальше. Так. Панорама дворца с этой стороны. Уцелела штукатурка. Тут он еще такой беленький. Белый, красивый. дворец был очень светлый за счет вот таких аркеров, выступающих. Большие окна. Представляете, как внутри было красиво. Как жили люди. Вот. Кстати, последним владельцем данного имения, скажем так, и дворца был Карл Сименс. Вам фамилия, надеюсь, знакома. Вот. Он был братом и совладельцем фабрики Сименс. Он купил эту усадьбу и, соответственно, владел ей до 1918-го года, пока большевики не национализировали данную усадьбу. Ну и, собственно, пойдем посмотрим дальше. Тут еще есть понятно, что сам дворец является центром данного паркового архитектурного комплекса. но есть еще небольшие исторические объекты имеются здесь. Какие здесь были залы. Красота. Вы обратите внимание на кладку. На вот эту кладку. как все сделалось просто на века. Как все строилось. И стоит без крыши, без людей, без поддержания. А стены такое ощущение, что вечные. Просто вечные. с другой стороны посмотрели мою усадьбу. Сейчас проедемся чуть-чуть подальше вдоль этих корпусов кавалерийских. Судя по карте, которую я нашел в интернете, там дальше должна быть оранжерея. Не знаю в каком состоянии и вообще осталось ли что-нибудь от нее. Сейчас мы с вами посмотрим. А сюда к церкви мы еще потом вернемся. Так, вы знаете, друзья мои, судя по всему, судя по карте, вот она кстати, карта. Вот она карта. Оранжи находится именно здесь. Вот. Наверное, это тоже объект восстановленный получается. сейчас мы подойдем и посмотрим, что здесь есть. Здесь нас не прогонят и собаки не покусают. Извиняюсь, был неправ. Оказывается, не только церковь функционирует, но здание оранжереи, оно, судя по сему, восстановленное, действующее, окна, свет горит. и тут реально кто-то что-то высаживает. Какой-то маленький огородик. Такая вот оранжерея, собачка тут хвостиком виляет, наверное, нервничает. Но, судя по всему, привязанная. Честно говоря, кто-то живой. И, судя по всему, здесь поле тоже чем-то засажено было. А внутри свет. На лая собаке никто не выходит. Не будем стучаться. Пойдем дальше. Так, двигаемся дальше. Прямо через лес. Разворачиваться уже не будем. Там где-то впереди нас ожидают еще такие объекты, как беседка. Беседку мы должны посмотреть дальше. Судя по карте, чайный дом, мельницу, горбатый мост и еще там целый остров с беседкой. Здесь в свое время, ну и в царское время была система прудов и соответственно уже при советской власти здесь был организован рыбхоз форелеводческий. Здесь разводили форель. и кстати, еще интересный факт забыл вам сказать, озвучить. Карл Симмонс кстати усадьбу усовершенствовал вот и это была одна из первых усадеб в Санкт-Петербурге под Санкт-Петербургом которая была электрифицирована. То есть электричество вырабатывалось от электрогенераторов которые стояли там в районе мельницы и за счет движения водных масс электричество поступало в усадьбу вот так. Ну а собственно вот мы дошли до беседки которая тоже указана как исторический объект ну видно что крыша восстанавливалась конечно потому что дерево свежее такая вот беседочка интересная наверняка тут Богдан плюс Лера Любовь ну и так далее и так далее молодежь здесь вечером видать собирается бывает вот вот смотрите впереди там водоем большой здесь разводили форель и вот здесь вот горбатый мост куда мы сейчас направляемся тоже исторически на который я хочу посмотреть ну соответственно перейдем через мост на том берегу должна быть еще одна беседка и потом на обратном пути зайдем чайный дом мельница вот такая лестница спускаемся мы к горбатому мосту опа а тут пролом осторожно ну да сейчас отпускаться проблематично а зимой тут наверное и не пройдешь просто так можно прям и улететь скользковато будет будет да ступенек поломанных очень много вот такой вид такое состояние ну что поделать ищем легких пути и двигаемся дальше ну вот он собственно водоем а тут уже и лед намыло получается такой маленький водопад здесь такая речушка течет и собирается вот такой водоем ну вот собственно горбатый мост спустимся с этой стороны с ними тут можно в принципе даже пройти внутрь я сейчас пойду под мостом как интересно я то думал что мост он над водой что под ним вода бежит оказывается нет оказывается воду пустили в обход а мост там вот он хотя раньше конечно водошло через него так ладно а мы двигаемся дальше и соответственно идем смотреть беседку на острове не знаю что означает беседка на острове возможно что на остров мы не больше не попадем потому что пусть сейчас будет довольно таки холодно тут тут уже кто-то живет птички поют вверху вверху частные дома построены дорожка тут деревья завалена все падает и в воду свежо довольно таки сегодня нашел ее я ее нашел вот беседка на острове мосточек я надеюсь в более качественном состоянии чем лестница по которой мы спускались к горбатому мосту сейчас проверим возможно придется искупаться спонтанно сейчас проверим вот как тут наверное красиво летом надо будет летом приехать когда тут все будет зеленое птички это и сейчас поют но когда все будет зеленое еще будет солнышко светить вообще будет шикарно сегодня и пасмурно и вечереют уже мостик вообще в отличном состоянии кстати такой обновленный какой камень вот откуда он здесь из какого куска горы он вывалился мостик отличный беседочка стоит островок островок беседочка сто процентов делалось для рыбалочки она здесь и исторически была ну а сейчас конечно это новодел восстановленный в царское время вот здесь ловили форельку разводили и ловили красота красота но будем двигаться обратно как будет качество записи потому что ветер сегодня будем надеяться что все получится ну вот собственно напротив дворца еще одна постройка называемая чайный дом тоже без крыши тоже заброшено но это судя по всему следы от пуль в точечку такой весь точечки есть и электричество здесь тоже было собственно мы сейчас поэтому до мельницы и дойдем так ну вот собственно говоря здание мельницы разрушено мы сейчас обязательно пройдем внутрь и посмотрим что интересного мы там можем найти так ух ты елки-палки тут тут уже устроили свалку устроили свалку так сейчас с другой стороны зайдем второе сооружение я не мельник поэтому точно не знаю но могу предполагать что механизмы все были здесь которые работали а здесь ну было помещение для обслуживания так спускаемся ниже ого ого ну рискну спуститься зайти внутрь темнеет уже так что у нас здесь здесь тоже воду пустили в обход в обход этой мельницы старой разрушенной вот по таким желобам ну тут тут уже лед зима зима о о мост еще один мосток в мельнице красота красота сейчас мы у него поднимемся попробуем зайти в это здание соды такие не знаю уже видно не видно потому что темно уже на самом это деле короче надо сворачиваться и ехать обратно в любом случае поездка сегодня выдалась очень внимательно интересная свято-тройская свято-тройская церковь восстановленная и действующая а здесь какие-то какие-то могилки прямо возле написанадежи Петровна Рязанова скончалась в 1908 году вечная память тебе так а здесь присяжный поверенный Петрович Семен Петрович честно я фамилию даже разворач не могу Григорьев да Григорьев скончался 27 люди видать они где-то на кладбище внутрь мы не пойдем в цирки снимать можно конечно но только с благословением батюшки не будем сейчас напрашиваться просто обойдем ее по кругу кстати вот относительно свежая могилка такой вот храм кстати где-то здесь еще есть табличка на которой упомянут Карл Сименс уже я честно говоря не знаю где ее искать и вот сама усадьба гостилица прямо напротив трамвы уходя покидая это место решил еще раз пройти вдоль этой усадьбы в вечернем полумбраке показать вам еще раз ее вид вот эти кавалерийские корпуса вот еще раз усадьба красивейшее сооружение царского времени ну и на этом наша сегодняшняя экскурсия закончена если вам понравилось видео ставьте лайк можно репост всем спасибо всего доброго всех благ пока пока